Беда чужой не бывает. Активисты молодой гвардии оказывают помощь матери-одиночке, у которой недавно сгорела квартира. Представители общественной организации готовят повреждённое огнём помещение к восстановлению и ремонту. К молодым людям активно подключаются неравнодушные жители города. 23-летняя Мария одна воспитывает сына. Жильё молодой девушке подарило государство, так как она выросла в детском доме. Сейчас от однокомнатной квартиры остались лишь стены. По комнате разбросаны сгоревшие детские игрушки. Мебель вся в копоте и пепле. И практически не подлежит восстановлению. 16-го числа произошёл пожар. Находилась в квартире я с ребёнком и с подругой. Как пожар произошёл, я не знаю. Скорее всего, я спороводил. А вы сами как-то чувствуете? Зарелось? Ну, я запах почувствовала. И сразу потом взяла ребёнка на руки и убежала. Неравнодушные люди не оставили девушку одной в беде. Сейчас Мария проживает у соседей. Однако практически весь день она проводит в своей квартире. Выносит оттуда всё содержимое. Справиться одной в такой ситуации, конечно, невозможно. Посильную помощь оказывают активисты молодой квартии. Мы хотим сначала стены очистить от гаря. Потом помочь приклеить обои, поменять провод. Помогать человеку в трудных ситуациях – это самое главное. Можно что угодно делать, но вот это надо было обязательно сделать. То есть, только я узнал, я сразу даже не задумываясь сказал, что я приду, помогу и не один раз. Один из молодогвардейцев – Багир Зейналов, сосед Марии. Парень был очевидцем пожара. Не теряя времени, он созвал своих товарищей, чтобы помочь девушке. Не остались в стороне и просто неравнодушные люди. В тот день, когда случился пожар, стояло много людей на улице. Они это всё снимали на видеокамеру. Соответственно, начали выкладывать в социальные сети. В этот же день десятки людей стали предлагать свою помощь. Мать Багира Елена Зейналова в свою очередь инициировала сбор денег для Марии. Женщина с радостью сообщает – соседи охотно помогают всем, чем могут. В социальные сети написали заявление о том, что произошёл несчастный случай. Люди очень много откликнулись, очень много предлагают помощи и по строительным материалам, и вещами помогают. Для того, чтобы привести квартиру в порядок, потребуются месяцы. После того, как волонтёры освободят помещение от мусора, здесь начнутся ремонтные работы. Мария уверена, с такими помощниками и добрыми соседями удастся преодолеть все трудности. Слава Богу, что есть такие хорошие люди, и то, что их на самом деле очень много, как казалось бы. Луиза Егязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий. Субтитры создавал DimaTorzok